всем привет мои дорогие друзья вы на канале вязание я меня зовут юлия обычно я снимаю эпизодические видео до эпизод связала показала вижу показала сегодня сижу я в мастерской и думаю почему бы мне не снять видео в формате блога чем я занимаюсь чем планирую заниматься что выполнено а вы мне потом напишите как вам такой формат хорошо может изредка буду этим заниматься значит я в прошлом видео показала вам что я вижу славян джемпер ну и обстоятельства сложились так что вот как я показала вам так он на том месте и находится и больше ничего не связано сегодня я сижу со своей корзиночкой и начинаю довязывать рукав это задание номер один на сегодня мне нужно довязать и постирать пока у меня это дело будет сохнуть я хочу связать образец значит изначально да я пока большие проекты не хочу начинать по той причине что я жду пряжу я хочу себе связать к новому году обновочку пряжа пока в пути я думаю я чего-нибудь меленькая потому что все усилия я брошу туда я думаю что может быть по окончанию этого влога я покажу вам уже готовую работу славину ну не будем загадывать как она пойдет так она пойдет я не знаю сколько дней я буду снимать этот влог ну короче говоря вот как будет значит подумаем что мне меленькая за зад я же покупала в магазине yarn 21 пряжу пух норки мою любимую и говорила что вот этот молочный оттенок у меня пойдет на комплект я хочу связать себе обновочку почему не да это будет шапка и бахтус у меня пять мотков вот так вот на комплект хватит это моя любимая норка мне она очень нравится мне она не колется мне для меня она почти не сыпется вот хорошо раскрывается и так далее вот значит пока у меня будет сохнуть вот это вот дело до отделки я хочу связать образец но я тут обложилась значит шапками которые связаны из этой норки вот это у меня связано есть и даже объяснение на канале у меня как я вязала эту шапку здесь четыре основные нити 1 или 2 дополнительные не помню с двойным отворотом я эту шапочку очень люблю но плотность вот это она не пойдет для моей задумки поэтому я убираю ее в сторону есть у меня две вот такие шапки одна ушанка двойная и одна двойная связанная лицевой гладью тыковка я вязала для себя и для своей подруги одинаковые у нее чуть-чуть по длиньше тулья чтобы как бине можно было носить у меня исключительно тыковка я и вязала в прошлом году и вот сижу я значит у меня будет узор два на один вот здесь у меня резинка 2 на 1 но я в душе не помню количество сложений я вязала и ни одного кончика и вот вот как вот посмотреть я уже расщепляю спицей петлю и все равно я не могу даже в расчеты я не могу посмотреть сколько у меня здесь основных нитей раз это же можно неправильно расщепить не помню друзья представляете и на канале ничего не озвучивала раз наверно три основные одна дополнительная скорее всего здесь три основные одна дополнительная и она по плотности по объему она чуть-чуть большего там не ну у меня же хвост чтобы у меня тогда резиночка помещалась я связала на себя большего то такой размер вот а вот это связано именно по голове и вот эта плотность мне нравится но во сколько нити друзья ну я вообще не помню совершенно понимаете что делается это же в даже расщепить ней тоже не могу ничего понять но сейчас короче придется мне то бы я взяла сразу плотность уже из этой из готовой шапки или уже вот вот из этой готовой шапки но придется вязать образец я так чувствую буду тратить дополнительное время образцы я никогда не храню так участие попробую по изнаночной петли у меня здесь подгиб раз нить раз нить два нить а здесь наверно 2 и 1 дополнительная скорее всего наверное я буду вязать в две основные одну дополнительную в общем попробую отвязать образец постираю и посмотрим что из этого получится кто-то тут прямо вот прямо мне шлет шлет сообщение вот этим я сейчас и займусь все конечно же вам покажу а еще друзья я получила подарок я его еще не смотрела подарок пришел от моей зрительницы я только вскрыла коробочек сейчас вместе будем с вами смотреть от моей зрительницы от моей ученицы алла огромное вам спасибо дай бог вам всего самого доброго хорошего здоровья крепкого и всех всех благ земных алла мне написала юля у меня есть лен но он необычный может быть вы куда-нибудь его пристроить я хочу вам его подарить хорошо а я тут если бы только лен был друзья тут красота красота боже мой девочки все я пропала окончательно и бесповоротно сейчас друзья у боги какая это красота девочки с пайетками красный цвет боже мой боже мой что это silver плюс 380 на 100 20 шелк так подождите не поняла сейчас секундочку 70 меринос 10 еще чего-то в с что такое в с меринос шелк в w s посмотрю не знаю плюс пайетки а может не знаю но прелесть мои хорошие какая то а тут по-русски для написано 10 это кашемир кашемир меринос и 20 шелк с пайетками 500 метров на 100 грамм но прелесть невозможная какая красота боже мой какая красота 500 метров но такая знаете ниточка такая я бы не сказала что сильно тонкая такая хорошая ниточку слушайте надо пробовать тем более кашемир раскрываемый кашемир раскрываемый может быть и меринос будет раскрываться приятная такая класс вообще silver плюс спасибо огромное вообще очень понравился и цвет и бесподобие сплошное бесподобие так опа крем и наверное да крем-крем-крем детский крем пинг пион розовый пион пирсапи не знаю что такое тут по-русски не написано корейские вот такой набор кремов так друзья ну короче надо будет перевести через переводчик потому чтобы понимать для рук они или для чего они или или не знаю спасибо большое кактус хенд крем спасибо это всегда нужно этого никогда не бывает много так ух ты носочка вот такая красота мулины колзина 75 меринос 20 полиамид 330 на 100 какая чудесная пряжица приятная такая такой расцветки красивой так и вот такая что это тоже такой же артикул но здесь 266 метров на 100 грамм тоже меринос красивый переходики приятная пряжа на ощупь прям приятная красиво здоровски да огромнейшее при огромнейшее спасибо клад прямо клад друзья тут еще прелесть какая-то все мои любимые оттенки боже мой что это я не знаю давайте смотреть вместе тут может быть нет на таких этикетках ничего нету ой какое что-то приятное что-то приятное что-то натуральное 50 грамм 210 метров так 29 лен 71 тенцель 6 пилл ай что это пилл а что это такое друзья кто знает подскажите китайская пряжа made in china цвет ну просто ну я не знаю вы что со мной делаете девочки я обожаю эти цвета я не могу пройти мимо них но это это вот однозначно лето 50 грамм 210 метров 420 на 100 мягкая классная вообще прямо классная и тут целых две упаковки то есть вязать можно наверное две ниточки и в одну представляете цвет просто огнище мой любимый мой любимый цвет обязательно свяжу что-нибудь к лету себе из этой пряжи только мне надо разобраться с составом друзья если знаете что такое и л вай напишите пожалуйста хорошо класс ну видимо тут самый ленок о котором шла речь на самом дне красивый мне вчера алла прислала ссылку был обзор сухим на эту пряжу это лен действительно необычный он не гладкий ой какой он мягкий мама дорогая он имеет ворсистость видите какие какой ворс вот он видите на темном фоне видите и напоминает как будто бы это шерсть но он такой мягчайший бесподобный в лицевой глади косит либо подмотик к нему у меня даже к нему есть подмотку здесь значит это загна баруфа стопроцентный лен 360 метров на 100 грамм бесподобие сплошное бесподобие 360 на 100 очень красивый цвет поблескивает здорово вообще он как как тоже как как милированный такой слегка с проседью красота невероятная мягкость невероятная где-то у меня есть к нему подмотку надо посмотреть попробовать как это было может быть и не подойдет цвет но я посмотрю как будет сочетаться а еще я сейчас покажу вам еще друзья сейчас покажу секундочку я тут я здесь у меня еще есть лен по моему эти два артикула вообще созданы друг для друга вот такой лен бежево-розовый и здесь 76 лен 12 шелк 12 вискоза 360 метров на 100 грамм мне кажется что можно пробовать вот эти два варианта объединить и посмотреть что из этого получится у меня это пряжа я тоже получала в подарок давным-давно она у меня долго-долго стоит уже я все никак не придумаю что из нее связать а если их объединить вместе они просто созданы друг для друга просто друзья созданы друг для друга вообще бесподобие и это мог бы быть шикарный демисезонный джемпер это обалдеть не встать я обязательно попробую отвязать образцы сыпется очень сильная вот этот лен очень сильно сыпется обязательно попробую посмотрю посмотрю что из этого может получиться ну прям махнушечка махнушечка такой махнатый шимель на душистый химель слушайте но это же кайф как вам друзья говорите мне кажется это будет супер и цвет получится бежево-розовый попробую связать посмотрю надо будет придумать модельку какую-нибудь возможно с ажуром да и будет красиво все полетели таракахи спасибо вам огромное алла еще раз за доставленное удовольствие за вдохновение которое сразу мгновенно проснулась за такой щедрый потрясающий просто подарок огромнейшее спасибо здесь что-то еще есть для образцов написано для образцов что там для образцов а понятно тут этот самый лен для образцов как классно что бобинку трогать не надо да а вот можно связать образец из от модыша это так удобно так здорово ё-моё спасибо огромнейшее так назад все пошла довязывать рукав и начинаю начинаю приступаю ко всему ой спасибо спасибо еще раз я я счастливая а еще друзья у меня появился вот такой чудесный помогатор я сейчас расскажу вам что это такое заказывала я его на в адберес компания барбариска у меня кстати от этой компании еще в прошлом году я заказывала шнуры для пересъема петель они у меня были вот таких баночках они есть в пакетиках вот это шнуры толстые для спи для но номера спиц от пяти и более а вот тут у меня шнуры тоненькие очень хорошо себя зарекомендовали эти шнуры они не имеют памяти что немаловажно я на них стираю то есть пересняла допустим отвязанную часть изделия мне нужно постирать я прямо на этих шнурах стираю ничего не происходит я отпариваю если мне необходимо шнуры в порядке памяти нет очень удобные не ломаются замечательные и от этой же компании я решила заказать себе вот такой бокс друзья это как как клубочница я давным-давно искала себе нечто подобное и чтобы обязательно он был твердый то есть сохранял форму для чего я очень часто вижу мелкие проекты в машине и мне важно чтобы у меня пряжа находилась внизу в ногах в машине мне оттуда удобно когда идет подача я это осуществляла всегда с проектными сумками но я человек резкий по жизни я как дерну за ниточку да когда вижу у меня эти моточки имеют свойство выскакивать из проектных сумок я очень долго хотела себе что-то такую какую-то клубочницу чтобы она была легкая объемная что туда можно было поместить не один моток а как минимум два потому что вы знаете что я часто миксую пряжу и удобно было бы иметь большую такую клубочницу дорожную но это не обязательно дорожную у меня же еще есть супер котики которые тоже любят вязать особенно беляш у меня ворует матки в самый момент когда я отвлекусь он в зубах украл и понес моток туда куда ему надо потом я по всему дому ищу этот моток иду по ниточке разматываю его это момент номер один на момент номер два имея 4 4 четверых котов в доме как бы их не вычесывал чтобы как бы ты за ними не ухаживал все равно шерсть остается на диване если я допустим вижу и у меня матки находятся на диване особенно есть это темная пряжа она цепляет кошачий пух на себя меня это немножко подбешивает я люблю когда у меня процесс чистый меня правда раздражает наличие шерсти когда в процессе работы и имея вот такой закрытый бокс где у меня будут находиться мои матки мне будет очень удобно работать тем более бокс имеет два отверстия я вам скажу параметры я его даже замерила 19 сантиметров высота и 18 сантиметров по диаметру есть меньше но я специально заказала больше вот смотрите пожалуйста я вам покажу вот это пластик вот это пластик вот это металлические отверстия они гладкие они не имеют никаких зацепов то есть ниточка сюда цепляться не будет все остальное это картон плотный плотный картон плотный прямо хорошо будет держать форму варбариска я оставлю кстати вам ссылочку я думаю что вам будет полезна эта информация думаю что я не одна такая озадаченная была в поисках именно форма устойчивого контейнера как и как проектная сумка просто прекрасно себя будет вести вот фирма барбариска и сразу за еще один шнурочек себе под заказала вот такой вот пришел это для тоненького номера спиц значит смотрите здесь есть еще отделение я случайно вообще напала вот на этот контейнер и я даже вот не задумываясь заказала видите то есть я могу два матка положить одновременно вот например да я вижу из пухонорки чтобы у меня не запутывались нити между собой вот я вот так раз и сделала но это я вам показываю уже в работе но мои хорошие вижу меня сила сма бобина вот это да вы понимаете мне просто свела с ума бобина при желании можно поставить и ни одну можно бобину и допустим мохер если в подмод мохер или подмод иной пряжи кейк какой-то запросто смело смотрите у меня вот у меня есть вот такой огромнейший кейк с руками с вами сравниваете да вот если говорить например пряжа для шалей ализе ализе не помню как называется которая секционная идет вот это вот примерно такой размер даже наверное больше легко видите это очень удобно и очень классно если конечно вязать носочки например моточек 2 сюда смело помещаются и сам процесс со спицами в том числе потому что длина спицы у нас но у меня до 11 сантиметров и более я не 13 сантиметров смело войдут сюда спицы то есть очень удобная штукенция вот похвалилась вам поделилась может быть кому-то эта информация из вас будет полезна вы тоже захотите себе заказать пожалуйста мне уже нравится и еще и в моем любимом осеннем цвете как можно пройти мимо и до золотом отливает на красота красота друзья с заданием номер один справилась рукавчики вывязаны постирано и пусть теперь лежит отдыхает сохнет очень классно раскрывается вообще прям замечательно мне нравится посмотрим что будет по итогу с длиной если надо будет буду довязывать сейчас расскажу что дальше делаю я друзья решила обмануть судьбу не вязать образец я нашла видео где я рассказывала как я вязала эту шапку нашла что я вязала в две нити норки две дополнительные нашла размер инструмента шапка у меня двойная сейчас я быстренько сниму отсюда плотность вязания и сделаю расчет для новой шапки я могла бы не делать расчет потому что мне известно какое количество петель мне нужно но я думаю что я может быть сниму мастер-класс для вас и тогда мне нужно объяснить от какой плотности пляшу сколько петель набираю и как двигаюсь дальше ночь на дворе друзья но потрудилась я сегодня очень неплохо смотрите след на пальцы от нити от натяжения так вот я вижу понятно значит с учетом того что я снимала сегодня два видео у меня шоу-монтаж я довязала половину рукава постирала разложила сохнет я вот начала вязать шапочку начала положено она у меня будет двухслойная поэтому скажите ну что там осталось довязать нет ничего ну за счет того что она двухслойная здесь еще много работаем вижу я на спицах 325 в четыре сложения две нити основные две дополнительные 4 клиночка узор 2 на 1 мастер-класс для вас записываю все будет легко и просто и надеюсь что будет достаточно интересно сейчас она конечно сжатая после стирки полотно разойдется тут главное держать достаточно сильную плотность вязания чтобы шапочка в последующем держала форму в общем на сегодня я заканчиваю пора спать ложится ну а завтра я посмотрю если у меня полностью высохнет джемпер который я постирала значит я продолжаю заниматься отделкой шапка уходит в сторону если не высохнет значит продолжаю работать с шапочкой в случае вам все расскажу друзья у меня самое что ни на есть доброе утро у меня высох джемпер кстати сохнет очень быстро я удивлена прям быстро быстро значит сейчас слова ко мне поднимется на второй этаж для того чтобы мы смогли примерить насколько он дал усадку и определиться довязываю я длину рукавов и корпуса или нет или сразу перехожу к отделке насчет отделки мы вчера с ним договорились мы прикинули все варианты я показывала вам видео да и серый и молочный оттенок и черный оттенок всякий что я решила значит я взвесила вот этот вот твит здесь 450 метров 100 граммах он очень хорошо раскрываемый и у меня ровно 100 грамм этого от вида понятно что 450 маловато я рискну я добавляю к нему вот этот стопроцентный baby yak 650 метров на 100 грамм вот из этого всего я вязала сына рвань теплый микс невероятно у меня сын ходит всю зиму и даже спортзал он ходил без верхней одежды только в свитерной мама она в нем в нем можно спать на снегу ну вот такая у нас южная зима бывает да вот значит и объединив эти две нити мне не хватает толщины нити я сначала думала добавлю меринос а потом подумала что меринос мне роли не сыграет там полторы тысячи метров на 100 грамм это добавлять две нити но мне надо чтобы все таки резинка у обработка горловины мне нужно вязать резинкой чтобы резинка хоть каким-то образом держала форму я добавляю пехорку из которой я вязала платье сетку пехорка какая девочки элитная вот стопроцентная шерсть и получается объединив вот эти вот три ниточки у меня получается хорошая толщина нити вот хорошая прямо и я и такой меланж получается черно-темно-темно-серые графитовый черный вот этот вот красивый меланж получается я думаю что буду вязать сейчас я попробую сравнить толщину ниточки вот из бобинки она сильно раскрываем и вот эту здесь метраж получается при миксе точно такой же как и у бобинная в основной да вот видно даже даже не вооруженным взглядом видно что толщина нити одинаковая и вот если разбухнет да вот да должно быть нормально но по низу изделия я хочу взять если я вязала основную часть спицами номер пять то на обработку низа и манжетов я возьму четыре с половиной почему потому что вот эта пряжа она разбухает и вот сейчас я буду переносить петли которые открыты на спицы и в пятерку они у меня не лезут они у меня лезут на четыре с половиной то есть плотность очень сильно изменяется думаю что если возьму четыре с половиной вот на этот микс будет хорошо так занимаюсь сегодня джемпером а потом если время останется у меня буду заниматься тогда уже шапкой ну друзья как видите я завершила работу над джемпером ой ну что я могу сказать у меня вчера целый день ушел на обработку и на сборку уже постирала высох он у меня осталось только отпарить но как говорится я начальник паники боялась что нет вида не хватит мне хватило еще и осталось як остался и вот от моточка от пихорки у меня сколько осталось большая видите обработка сколько у меня сантиметров обработка составила 11 11 сантиметров манжеты точно такие же по размеру как они из изделия у меня очень большое количество времени ушло на обработку горловины я изначально хотела делать ее одинарную я что только не делала я измучилась потому что пряжа резинку не держит от слова совсем сейчас покажу вам разверну вот и получается что я дважды перевязывала я испандекс добавляла и что и только не делала в итоге короче говоря я решила вязать просто двойную обработку я подняла петли по кромочным вывязала двойную длину обработки горловины и просто с подгибом крючком я все это дело закрыла вот изделием я конечно довольно мне осталось пропарить его и обязательно вам покажу это изделие уже в готовом виде когда сфотографирую славу мы еще даже не примеряли его нет дома в данный момент сейчас я пропарю вечерком он будет дома и уже уже будет видно потому что он сказал чтобы изделие получилось длинным чтобы рукава были длинными ну мама старалась а там посмотрим как оно получилось и увидим с вами уже в другом видео с готовыми работами ну а я продолжаю друзья заниматься аксессуарами я вижу шапочку сейчас я буду продолжать работу с шапкой и после того как я завершу работу шапка я буду заниматься уже бактусом бактус буду вязать просто лицевой гладью от угла вот у меня на я думаю что примерно два матка у меня должно уйти на шапочку и еще три у меня есть и думаю но два точно у меня уйдет на бактуса может быть и все три уйдет потому что я в маленьким не буду вязать вот такие вот дела ну что друзья я на сегодня с вами попрощаюсь рассказала вам чем я занималась вот так мы с вами провели время надеюсь вам было интересно пишите что вяжете вы присылайте фотографии с удовольствием посмотрю до скорых встреч в следующих видео всем пока